Эфир с телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. С каникул на удаленку. Возы республики могут продолжить обучение в дистанционном формате. Наши врачи тоже многое умеют. Впервые в Дагестане специалисты Республиканской клинической больницы провели сложную операцию сосудов головного мозга. Два золота, серебро и бронза. С таким багажом медали в Махачкалу вернулись триумфаторы чемпионата мира по дзюдо. Махачкала получила паспорт готовности к зиме, однако есть недочеты, которые необходимо доработать до начала сильных холодов. Об этом говорили на заседании городского оперативного штаба по подготовке к эксплуатации объектов ЖКХ в осенне-зимний период. Совещание прошло с участием в Рио-министра энергетики ЖКХ Республики Резвана Мурадова. Руководители ресурсоснабжающих организаций читались о результатах выполнения работ в соответствии с планами-графиками. Основные проблемы связаны с инженерными коммуникациями многоквартирных домов и магистральными сетями. По итогам совещания участниками были даны соответствующие поручения по исправлению недоработок. С 8 ноября вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий. Об этом сообщили в Минобранауке Дагестана. Также вузам разрешат дистанционно проводить промежуточную аттестацию. При этом учащимся нужно будет предоставить методическую поддержку и заранее, за три дня предупредить об объеме работы. Два дагестанца стали победителями грантового конкурса, который прошел в рамках Северокавказского молодежного форума «Машок-2021». Они получили на реализацию своих инициатив 400 тысяч и 350 тысяч рублей. Напомним, форум проходил под названием «Факультет большого будущего» и был посвящен межнациональным темам в новых медиа, продуктам технологических и социальных инноваций, проектам по межкультурному взаимодействию и урегулированию конфликтов. Всего победителями грантового конкурса стали 13 человек, которые получили поддержку своих проектов на общую сумму около 4,5 миллионов рублей. Форум проходил в онлайн и оффлайн форматах. В нем приняли участие порядка 2000 человек. И еще один форум завершился, но уже в Махачкале. В течение трех дней в онлайн и в оффлайн форматах прошел республиканский форум про добро. Его участниками стали 150 человек из 17 муниципальных образований региона. 100 волонтеров присоединились к его работе через платформу Zoom, а 50 присутствовали очно на двух площадках – в Республиканском молодежном центре и в Дагестанском государственном аграрном университете. Программой были предусмотрены несколько тематических направлений. Волонтерство в сфере медицины, инклюзивное волонтерство и экологическое волонтерство. В завершении участникам были вручены сертификаты. Впервые в Дагестане специалисты Республиканской клинической больницы провели сложную операцию сосудов головного мозга. Стоит отметить, что в мае прошлого года спирализацию аневризмы сосудов головного мозга в РКБ проводил специалист из Москвы Юрий Ковалев. Он дал своего рода обучающий мастер-класс эндоваскулярным хирургам медучреждения. И вот теперь такую малотравматичную операцию наши врачи успешно провели самостоятельно. Более подробно расскажет моя коллега Сильман Апова. Ей слово. 62-летняя Шагум Магомедова обратилась в отделение нейрокирургии Республиканской клинической больницы. Ее беспокоили периодические головные боли. У меня боли, давление было, все время поднимался, а голова перестала болеть. Я думаю, что это моя голова есть, она беспокоится. Раньше не была она. Ну, это так я узнала. Исследование показало, что у пациентки аневризма сосудов головного мозга. Это крайне опасная патология, которая представляет серьезную угрозу для жизни человека. Проблема требовала немедленного решения. С учетом того, что данная патология подходила под решение проблемы эндоваскулярными хирургами, нашими смежными коллегами, было решено процентку проопировать эндоваскулярно, так как это более ширящий метод операции и метод лечения. Бригады специалистов под руководством заведующей отделением Багаудина Магомедова самостоятельно провели операцию, которая длилась около двух часов. За это время врачи установили спираль. Все прошло хорошо. А уже через несколько часов пациентка могла самостоятельно передвигаться и сейчас чувствует себя хорошо. Довольно-таки удачно у нас все прошло. Будем внедрять эту операцию в дальнейшем. Будем более совершенствовать в этом направлении, потому что есть необходимость. Проблема очень актуальна. И я думаю, в будущий год у нас будет настрой именно развития направления нейроинтервенции как раз таки. Надо отметить, что в республике подобные операции были проведены десятки раз, но раньше это делали только специалисты из Москвы. Напомню, что операцию врачи проводят абсолютно бесплатно. Она доступна как по квоте, так и по полису УМС. Асель Манапова, новости ННТ, Махачкала. Врачи инфекционной больницы и других медучреждений получили подарки. Речь идет о медиках, которые работают с COVID-19. Организаторами флешмоба «Маленькие радости для врачей» выступило Министерство по делам молодежи и республики совместно с региональным клубом «Мы вместе». В акции могут принять участие все желающие. В качестве презентов врачам преподносят угощения, выпечку и другие небольшие сюрпризы. Студенты старших курсов остаются на дежурство, помогают медперсоналу на постах. Все подарки в больнице передают волонтеры-медики. Мы уже посетили почти все поликлиники нашего города. Всегда, абсолютно всегда реакция бывает самая положительная. Это самое приятное видеть улыбки врачей, потому что сейчас очень важна поддержка. И мы ее таким образом оказываем. Два золота, серебро и бронза. С таким багажом медалей в Махачкалу вернулись триумфаторы чемпионата мира по дзюдо. Соревнования среди спортсменов с нарушением слуха проходили в Париже. Дома чемпионов встречали самые преданные болельщики. Слово Курбану Рагимову. На шее медали, на душе легко и приятно от результата. Новоявленные чемпионы и призеры мира делают первые шаги по родной земле. Здесь в аэропорту их родные и друзья, тренеры и одноклубники. Все они приехали разделить радость победы с триумфаторами Парижа. Я считаю их всех героями, настоящими, мужчинами. Эти люди, которые действительно на самом деле прославили не только наш район, город, прославили Россию на весь мир. Пусть все знают, что в Дагестане есть вот такие замечательные, прекрасные люди. В столице Франции воспитанники дагестанских спортшкол выиграли четыре медали разной пробы. На высшую ступень пьедестала впервые в карьере поднялись Курбан Муртазалиев и Назим Саидов. В шаге от золота остановился Рустам Лукманов, а сурлимпийский чемпион Руслан Аскеров в этот раз стал третьим. Награды наших спортсменов помогли сборной России финишировать на втором месте в общекомандном зачете. Всего на татаме в Париже вышли более 150 дзюдоистов из 26 стран мира. Наши дети будут пример брать, будут остальные дети. Развиваем подход. Мы всегда работаем со всеми, за всеми следим. Мы не можем от кого-то отойти, мы всех поддерживаем. Самое главное – не сдавать назад и только вперед. В первую очередь хочется поздравить всех ребят, что приехали, привезли столько золотых медалей нашей республики. Также их личных тренеров хочу поздравить и поблагодарить за такой результат. Мы все знаем, без вложения тренерской работы это невозможно было бы. Победой на чемпионате мира спортсмены поставили жирную точку в уходящем сезоне, но сурдолимпийский цикл пока продолжается. Игры четырехлетия из-за пандемии были перенесены на май 2022 года, поэтому отдыхать времени практически нет. Впереди подготовительный этап. А двое дагестанских боксеров гарантировали себе медали чемпионата мира, проходившего в Белграде. Джамбулат Бижамов и Вадин Мусаев вышли в полуфинал соревнований. На стадии 1-4 финала капитан российской команды из Махачкалы Бижамов одолел представителя Германии. А Каспичанин Мусаев был сильнее боксера из Индии. Поединки за выход в финал наши спортсмены проведут завтра. Еще один дагестанский боксер Шарапудин Атаев завершил свое выступление в Сербии. Накануне он уступил призеру Олимпиады Альфонсо Домингесу, кубинцу, выступавшему за сборную Азербайджана. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!